Микс Ньюс Добрый день, 12 часов 11 минут в Риге, программа «Разворот» на Радио Болтком, сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн помогает, и сегодня в гостях у нас эксперт по недвижимости, председатель правления компании по недвижимости «Арка Рейл Эстейт» Эго Шмидт, здравствуйте. Здравствуйте. Так что в ближайшие минут 40 будем говорить мы о рынке недвижимости, о квартирах, о тенденциях, о ценах, что покупают, что в будущее заглянем, о прошлом поговорим, в общем постараемся обо всем по чуть-чуть, где-то, конечно, углубимся. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, если руки у вас свободны, то вперед пишите, задавайте вопросы, высказывайте мнения, будем зачитывать. Компания «Арка Рейл Эстейт» каждый год выпускает такой отчет о том, как год прошел предыдущий, что вы можете сказать про 2019 год. Все ждали, кто собирался или планировал квартиру купить, все сталкивались с фразами, ну подожди, подожди, сейчас все лопнет в очередной раз, цены опустятся и тогда уже покупай. Было или не было, что можете сказать? Я могу сказать, что это была очень ошибочная подсказка и хочу привести в пример пару номеров. Это индекс цен на вторичный рынок, на серийные квартиры, который, если сравнивать с 2007 годом, когда ценовой индекс, как мы знаем уже по истории, был в самой высокой точке, тогда этот ценовой индекс был 1620 евро на квадратный метр жилья. Что это значит вообще ценовой индекс? Это мы не берем, в пример, самые дорогие цены, мы не берем самые дешевые цены. И почему в вторичном рынке мы назначаем этот индекс? Потому что все равно самое большое количество сделок именно в сегменте вторичного рынка. Так, сегодня этот же индекс, если опять сравнивать с 2007 годом, ценовой индекс сегодня на вторичный рынок 830 евро на квадратный метр жилья. Так что, если кто-то до сих пор ждет, что что-то куда-то свалится, я бы действительно хотел, уже неоднократно это публично высказывал, хотел бы слышать мнение, не основание, чего они высказывают такие, скажем так, профессиональные подсказы. То, что, к сожалению, могу сказать, например, на рынок нового жилья, что, например, не буду сейчас, может быть, озвучать конкретный проект, но мы два года назад закончили продажу. Это тоже был, кстати, один из тех проектов, который когда-то был обанкротившийся. И некоторые инвесторы это приобрели. И для сравнения, просто, 30-ти квадратной квадратуры квартира, три года назад мы продавали за 25 тысяч евро, ну, сама квартира. Сейчас прошло три года, строится вторая часть того же проекта, такая же квадратура, такая же отделка, такая же энергоэффективность. И сегодня такая же квартира продается за 39 тысяч евро. Так что, то, что я могу сказать, цены на новые проекты, они будут расти на вторичный рынок. Это очень стабильно и рост приблизительно в год где-то до 4%. Так что, так и прошел, в принципе, предыдущий год. Он был, может быть, для радиослушателями это ничего не будет означать, но он был довольно стабильный. Не было никаких-то таких рывков, чтобы, ну, надо было о чем-то начать пугаться и думать. Ну, вот, стойка много поменялась, если говорить насчет 2007 году. Иногда тоже мне спрашивают, может ли повториться тот же сценарий, да, когда мы знаем то, что я уже упомянул. Если цена, этот индекс в 2007 году был 1620 евро, тогда уже в 2009 и начале 2010 году, это ровно 10 лет назад, эта цена упала на вторичный рынок до 570 евро на квадратный метр. Потому было столько много трагедии, это было много этих, которые отобрали банковские дочерные компании, чтобы как-то сохранить свои вложения. Так что, с того времени стойка много поменялась и в законодательстве, и, может быть, на рынке недвижимости, но так очень, что я очень сомневаюсь, что что-то такое вообще в кошмарах, я думаю, даже не может повториться. Ну, что вообще может повлиять на снижение цены? То есть, вот, все ждут, это должен быть обязательно кризис, или это, ну, просто вот такой вот рынок? Или цены будут расти, расти, расти? Там может быть много каких-то факторов, но я уже эти два цифры, которые я уже упомянул, там на сегодняшний момент особенно нету таких каких-то признаков, чтобы что-то бы снизило. Ну, я говорю, с 2010 года рост такой стабильный на вторичном рынке, что таких, ну, по-моему, ни одна страна еще в Европе не виделась такой стабильности. Да и то, что там какие-то евро, статические бюро там говорят, что у нас самый большой рост цен в Европе, ну, я тоже с этим вообще не согласен. Я бы хотел видеть эту статистику. Это, ну, в каком сегменте, потому что сегменты, они куча. Участки на частную застройку, квартирные дома, рядовые дома, частные дома, офисные здания, серийные квартиры в микрорайонах, в центре, старые дома, старый город. Ну, там есть много сегментов. Ну, хотелось бы видеть эти калкуляции. Так что сегодня я не вижу такого, кроме, ну, если особенно что-то случится со строителями, когда мы начнем производить самые строительные материалы и поймем, что, вы знаете, вот мы можем построить дешевле, чем 1100 евро за квадратный метр, да, в один момент. Ну, тогда, ну, с другой стороны, опять, как слухи на рынке есть, что когда начнется строительство Rail Baltic, да, тогда чисто теоретически возможно, что цены еще возрастут, потому что все строительные компании будут влечены именно в постройку этого Rail Baltic. Ну, и, как они сами говорят, ну, лет пять мы сможем жить, особенно не напрягаясь, просто реализуя данного проекта, да. И тогда, ну, такие развиватели, которые нанимают строителей, которые не сами развивают и сами строят, тогда им могут это быть проблематично, чтобы найти подходящего строителя, который бы мог в этом же бюджете около, там, тысячи евро за квадратный метр нового жилья, который бы смог бы и желал бы строить и квартирные дома. То есть сама рабочая сила может быть дороже, и это может как-то повлиять. Да, да, да. В прошлом году и после конца прошлого года, согласно вашему отчету, анализу, обзору рынка, отмечается положительная динамика и активность на рынке серийного жилья, и цены растут, и число продаваемых квартир. Это с чем-то связано? Люди после Нового года как-то выдохнули, подсчитали, где с кредитом свели и поняли, что там могут что-то себе позволить купить, продать? Ну, я не думаю это, я думаю, мы более-менее так берем какое-то, ну, в течение года рассматриваем все равно, и то, что я упомянул, эти цифры, они все равно какой-то момент там чуть-чуть больше, может быть меньше, но это средние цифры, мы все равно как для анализа берем за год. Конечно, в Новом году на декабре-январе сделок, это логично, что меньше, потому что люди думают о Дед Морозе, более каких-то выходных. Ну, разница есть в том, что, например, в прошлом году, например, у нашей компании было так, что именно регистрация в одном новом проекте, ну, где было продано 160 квартир, надо было их, ну, до конца года зарегистрировать, заменную книгу, да, ну, что это значит? Значит, что полтора года назад заключается договор резервации, потом в конце года уже, когда дом построен, надо было, ну, тогда мы очень, там, весь бюро очень активно работали, чтобы успеть зарегистрировать, ну, и тогда кажется, что, вау, так огромное количество сделок новых проектов в декабре, да, но, в принципе, резервации уже проходят в течение какого-то срока, даже год-полтора, ну, и тогда вот регистрация, и сама, вот, прав имущество уже на новопостроенные квартиры высвечивается, ну, в двух, показывается, в двух месяцах, там, не знаю, огромное количество единиц, да, но это чуть-чуть, ну, неправильно. Если про Ригу говорить, и самые популярные районы, ну, в общем-то, есть, мы знаем, что Болдырая, как правило, там где-то внизу обычно, там, Плявники, Пурцамс где-то там в верхних строчках, как на сегодняшний день, может быть, такую пятерку по нисходящей от самых дорогих районов к самым дешевым выглядит? Ой, наверное, я так не скажу, потому что, ну, вы знаете, людям есть такая примета, они особенно при покупке или что-то они хотят, когда что-то менять, они особенно, при том, даже если уже дети есть в семье, они район не меняют в рамках города. Если ты уже, как говорится, Пурцимский, да, тогда ты будешь как-то улучшить свои жизненные обстоятельства как-то, ну, в том районе. Там и фактор и школ, фактор детсадиков, фактор уже этой привычной, ну, как правильно выразиться, привычной инфраструктуры в виде магазинов, каких-то медицинских услуг, так что по серийным могу сказать, что, например, по сериям, да, если брать вторичный рынок наших компаний, то, что заказывается оценки для приобретения, для оформления кредитов в банке, можем сказать, что самый популярный на сегодня, как уже это, неоднократно, уже который год, это 119-я серия серийного жилья, 104-я серия серийного жилья и Хрущева квартиры. Все так же, все так же популярно? Ну, конечно, ну, посмотрите, я думаю, где еще стабильное, когда, ну, ладно, там можно спорить, да, там низкий потолок, может быть, там, не знаю, узкая, ястничная, да, а само здание, ну, железобетонные перекрытия, силикатные кирпичи, как большие стены, ну, как они 40 сантиметров толщину стены, там какую-то даже программу утепления, нету необходимости дела, потому что, ну, он держит теплоту и так же самое сохраняет летом, может быть, эту прохладность, да, он не так, не нагревается. Ну, эти вот три такие топ, которые… Выживают доверие у людей? Доверие, интересы, может быть, даже иногда из-за планировки, потому что она интересная планировка там, ну, этим именно серийным квартирам. А в каких районах чаще всего новостройки, может быть, для самих застройщиков тоже интереснее в чего, которые развиваются динамичнее всего, где появляется больше новостроенных домов? Так, нету такого в виде популярности, те, которые есть, ну, эти большие развиватели, они уже прикупили земли, скажем, во всех районах, ну, нету такого одного района, ну, тогда будем строить целый новый район города, да, они уже подкупили, чтобы именно была распределенность этих, ну, вложений и рисков по всему городу. Ну, можем просто посмотреть в интернете, что есть какое-то количество квартир в одном, в втором, ну, распределено по городу довольно пропорционально. Среди привычек потребителей вообще, как вы думаете, появилась такая тенденция, что люди смотрят по застройщику, и их интересует, кто именно. То есть это не просто проезжал мимо красивый дом, а там знакомые купили вот этот вот застройщик конкретный, и там следующий мы будем искать, там они довольны, будем искать по застройщику, где он еще строит. Ну, да, нет. Потому что таких, скажем, новых каких-то застройщиков в городе, развивателя, я бы хотел назвать, не появляется из-за уже, то, что я уже упомянул, что много поменялось с 2007 года. Например, если в 2007 году любой мог стать развивателем, и то, что мы предупреждали, что, ну, довольно ситуация неправильная, что каждый из себя уважающий предприниматель, имеющийся какие-то, имеющий какие-то лишние средства, мог получить финансирование в банке для развития какого-то проекта. сегодня действительно намного-намного сложнее и скорпетливее. Банк оценивает опыт. То есть профессионал должен быть, не просто человек, а однозначно. Не то, что только есть желание, и мы увидим, что иногда компании, которые думали, что таким образом получится что-то построить, такие согласованные участки, приходит нам офис с целью найти, ну, по-ихним мнению, какого-то инвестора, который бы хотел приобрести, приобрести и уже строить в данном месте этот согласованный проект. Ну, они купили землю, согласовали проект, ну, и сейчас ищут типа инвестора, потому что, ну, наверное, или им нет возможности брать на себя этот риск, или банк тоже требует большие свои вложения, тоже и в строительстве, ну, и тогда банк выдает уже свою часть, как самый последний участник данного проекта. Как на активность рынка влияют такие, например, гиганты, как Икея? Мы знаем, что Мэшцемс, ну, раньше обычный район, сейчас там отремонтировали этот мотор музея, и как-то там появляется Шкода, этот автосалон, да, то есть как-то активнее, активнее, активнее район развивается, уже такой, он не на Шибе, а уже как-то там в центре, та же Икея. Какая-то активность появляется в связи с такими вот гигантами? Сейчас Лидл будет тоже по всем районам практически. Ну, это часть инфраструктуры. Я не думаю, что это как-то влияет на рынок недвижимости, может быть, даже это по моему такому, но я говорю, это очень субъективно. Людям обычно всё равно нравится всё-таки жить в каком-то более тихом месте. Ну, если вы упомянули тот же самый Икея, да, когда вот мы из Лубанского круга едем в сторону Икея, когда один большой, когда-то один большой развиватель, слева там очень красивые такие четырёхэтажные домики построены, да, и могу точно сказать, лет 10 назад там был такой очень красивый тихий райончик, да, где люди в сторонке жили. Ну, и смотрите, сейчас при развитии города через 10 лет там, ну, реально одна большая магистраль, один торговый центр, второй огромный торговый центр, третий ещё думает, да, там свою базу логистики, большую огромную строить, да. Ну, и мы, в конце концов, не можем быть уверены, что, ну, развитие города остановится, да, ну, как мы знаем, Рига никогда не может быть готовой. Но в то же время действительно надо думать, и как мы совсем недавно тоже слышали то же самое Луцаусала, Затюсала, что там тоже один большой развиватель планирует застройку там даже до 2,5 тысяч квартирных единиц, да, это огромный проект, огромная территория, но всегда надо думать, как будет въезд этой территории, как будет выезд, ну, как люди приедут, как они уедут, будут ли пробки, ну, там есть много нюансов, и, я думаю, даже такие, где дополнительно въезду и выезду уже проживающих, если ещё тебе надо планировать поток тех потенциальных клиентов, которые могли бы ехать тот же самый торговый центр, ну, это тоже не маленькое количество единиц транспорта, который будет проезжать мимо. Как Акрополе сейчас вроде сделали для того, чтобы разгрузить, а теперь там одна сплошная пробка по ветерану. Ну, вот то, что я уже упомянул, да, несмотря на то, что там очень профессионально предусмотрено, как подъехать, новые въезды, новые эстакады, всё красиво сделано, ну, вот видите, это то, что одно есть то, что ты теоретически считаешь на бумаге, да, и, может быть, какие-то тоже мальчики в краю дороги считают машины, сколько в день проезжают, да, на практике они всё равно, эта практика вносит в свои тоже какие-то коррекции и ежедневных каких-то путей, куда ты едешь домой или на работу. Так что, ну, так что, как будет ещё в том вашем районе то, что вы сказали, там, где вот большой развиватель тоже строит квартирные дома, тоже рядом сейчас торговый центр строится, ещё торговый центр, ещё. Не будет ли так, что в один день эта улица, которая там, ну, которая там, ну, идёт через этих двух кругов между МС и Лубанас, то она будет действительно как одна большая пробка, да. Нам надо прерваться, мы продолжим после перерыва на новости рекламы, не переключайтесь. Председатель правления компании по недвижимости Арка Рейл Эстейт Айгер Шмидтс у нас в студии. Продолжаем разговор о квартирах и о рынке недвижимости, не только о квартирах, вообще о недвижимости. О тенденциях хотелось бы поговорить. Всё чаще мы слышим от молодых людей, зачем нам покупать, если мы можем снимать, мы не привязаны к месту, хотя там 20-30 лет назад купить квартиру, чтобы вот она была, стояла, для того, чтобы что-то было на всякий случай, как такой вклад. Что вы сегодня можете сказать на сегодняшний день? Чувствуете вы тенденцию, что всё больше снимают, или это всё-таки на поверхности, и только одна там часть молодых людей, слой только этот? Тенденция такова, что если пока правительство не сделает новый закон об защите тоже не только арендатора, а кто будет защищать инвестора, который построит такие дома, рынок аренды останется в таком уровне для частников, которые, как ты уже упомянула, которые положил деньги в свой маленький пенсионный фонд, и рынок аренды, в принципе, на сегодняшний день, он и держится в этом частном таком порядке, который вот люди вкладывали и сдают квартиры. Но это никуда не денется, во-первых. Во-вторых, я думаю, это вопрос времени, когда этот закон будет принят. Это вопрос времени, как развиватели придумают, как всё-таки построить жильё под аренду, потому что, ну, действительно, этот мой, я говорю ещё раз, мой субъективный такой, моё ощущение, что особенно 20, 25 и 27 лет, ну, не надо там с разбегу сейчас думать, как получить кредит и что-то сразу покупать. Да, ну, но пока, если, например, нету таких возможностей, ну, вот сегодня нету, который бы сдал мне квартиру, например, и заключил бы договор со стабильной, с маленькой какой-то рыночной индексацией, например, заключил бы договор со мной на 5 лет. Участники это заключают на год, потом же смотрят. А для таких молодых семей это всё равно довольно нестабильно. Ну, и в момент, когда уже появляются действительно семьи с детьми, тогда хотелось бы всё-таки более большую стабильность при выборе какого-то школы, детсадика уже, то, что упомянул. И на сегодня может молодые семьи экспериментировать. Они так и делают. Они сначала рендуют маленькую квартирку, например, центр, чтобы всё пешком надо было дойти. Потом думают, ну, давайте, может быть, где-то под Ригой будем найти какую-то квартиру. Посмотрим, поживём там. И пока ты получаешь это действительно ощущение, что вот это то место, где я бы хотел тогда уже покупать. То же самое и насчёт опять проблемы, да. Ну, как получить кредит? Вот, да, это, наверное, вопрос не к вам, но это же тоже такой порочный круг. Молодая семья снимает квартиру, она тратит деньги на то, чтобы снимать квартиру. Соответственно, ей достаточно сложно откладывать, например, на тот же первый взнос для того, чтобы купить квартиру. И как бы вот это такой вот... Ну, это такой замкнутый круг, который действительно должно пройти какое-то время. Это нельзя вылечить эту проблему, вылечить в месяц. Это может быть даже поколение должно поменяться. Это молодым действительно надо думать о своей финансовой какой-то дисциплине. Надо откладывать, надо думать, что это на это будущее. Неправильно, когда ты живёшь, просто потратив все деньги, которые тебе приходят в бюджет, и подумаешь, ну вот видите, я тогда в Алтумс пойду, да, ну вот мне на ежемесячный платёж хватает, но вот не получается собрать первый взнос. Ну вот видите, если, например, вы в 20 лет решитесь, что я буду себя действительно финансово в таком сфере дисциплинировать, что вы, если от своего дохода в ближайших 10 лет будете откладывать эти 10%, попробуйте, и вы увидите, что у вас получится скопить необходимый первый взнос для квартиры. И так должно было бы и быть правильно. И тогда не надо будет придумать какие-то искусственные рычаги, чтобы получить кредит в банке. Но об этом кто-то должен подсказать в 20 лет, или школа, или родители, или общество. Потому я уже сказал, что это в месяц, месяц, это не поменять, это действительно надо поменять поколение, потому что, как мы уже сейчас увидим, все радуются, что Латвии не внесли этот серий список для инвестиций, что мы чувствуем же себе тогда наша финансовая излечилась, но это тоже не происходит в один день. И надо такой покупки недвижимости готовиться. Действительно, это надо готовиться. И тем, которым есть какие-то расстрелы, тогда ты занимаешься как маленьким инвестиционным портфельщиком. В этом случае, я говорю, как-то да, надо учиться. Надо учиться. И потому я здесь это говорю, чтобы молодые, молодежь, додумались до этого, что это очень-очень важно. В какой-то момент независимости, если они даже захотят жить где-то, может быть, за рубежом, все равно для своей финансовой стабильности есть хорошо, что есть какая-то маленькая все равно финансовая подушка, чтобы не было трагедии, если при потере работы, при потере какой-то дохода, получилось, что сейчас трагедия, что это часть жизни, это надо принять спокойно и уже потом работать над этими. То есть квартиры остаются, ну и квартиры, там земля, любая недвижимость, все равно остаются хорошие инвестиции. Конечно. Конечно. Ну, даже как пенсионный свой фонд, да, например, вот видите, сейчас только с этого закона, с этого года был принят закон, когда кто-то может наследствовать твой... Второй пенсионный уровень. Да, твой второй пенсионный уровень. вот видите, недвижимость, она может переходить с поколения на поколение, да, при том умно это управляет, ты можешь получить, ну ладно, недоход, какие-то оборотные средства, независимости в какой-то, не знаю, в пенсионном возрасте и так далее, да, и при том, при наследствии, при наследовании, да, там ты не теряешь ни копейки, да, можно быть там, рынок недвижимости, может быть какие-то коррекции делать, там может быть один момент, там, инвестиции, может быть там более ликвиднее, может быть менее, да, но рынок недвижимости, он всегда будет существовать и он никогда не будет ноль. Все равно будут покупать, продавать, и кирпич, он как само место, он не может пропасть, да, он не может пропасть, да, Рынок тоже, то же самое аренды, да, ну ладно, ты не сдашь за 400 евро, ну ты сдашь за 250 евро, да, ну в зависимости от спроса предложения, так что это такой долгосрочной стабильности, это очень-очень хорошее вложение. Вы с таким скепсисом про программу поддержки «Алтум» упомянули, я так понимаю, что вы не очень поддерживаете, с этого года еще, с прошлого года, не только молодые семьи, но и молодые специалисты до 30 лет могут претендовать на господдержку. Это работает, я уже, я говорю, неоднократно, но изначально, когда эту программу уже ввели, я был довольно скептический, потому что я действительно считаю, что чтобы не надо было придумать какие-то такие рычаги искусственные, да, ну как тогда этого кредита выдать, да, и еще при каких-то этих форумах, когда мы встречаемся с политиками, тоже говорят, что это один из вариантов людей удерживать в стране, да, ну серьезно, это действительно необходимо придумать такой рычаг, чтобы удерживать молодые семьи, чтобы они не уезжали, чтобы дать кредит. Может быть, я говорю, есть какие-то другие варианты, как, например, через пенсионные большие фонды международные, которые с профессиональной командой бы делали арендные дома, вот для тех же молодых семей, которые, вот, например, вот в 20 лет я хочу не сегодня покупать, я действительно хотел бы арендовать тогда. Да, не надо программу «Алтумс», да, я готов заключить договор аренды на 10 лет, и тогда уже в старых, когда у меня будет 30 лет, я буду знать, сколько у меня доход, в каком жизневом уровне я являюсь, да, ну, я какой-то, не знаю, учредитель компании, руководитель компании, или я все-таки работник каком-то, какой мой зарплатный и доходный уровень моей семье, да, и тогда я уже действительно знаю, я это, являюсь ли я потенциальным клиентом для любого частного развивателя, который строит эти новые проекты, готов ли я это, ну, тогда покупать в тот момент. Ну вот, а пока нету таких на 10-летних или 5-летних договоров аренды, ну, тогда вот придумываются всякие схемы, как вот с поддержкой такой «Алтумса», человек, ну, ему не надо соблюдать эту свою финансовую дисциплину. Конечно, я даже полагаю, что какой-то радиослушатель сейчас думает, говорит, ну, о чем он говорит, что вот зарплаты такие маленькие, да, что не получается откладывать. Мой опыт показывает, что нету разницы, человек получает на руки 700, 800, 900, или по 3 тысячи, или 2 тысячи, или даже 3 тысячи опыт такой есть, что он все равно при любом доходу потратит все. Найдет, куда потратить. Конечно, да, он будет покупать дороже продукты, будет покупать дороже одежду, например, чем те, которые получаются, и там, я говорю, нету разницы, ты получаешь 3 тысячи или 900 евро, все равно тогда откладывай вот эти 10 процентов, и даже недвижимость, тогда ты будешь покупать, например, ну, похоже, не то, что которые ты можешь, например, при своем, при своему доходу, ну, позволить приобрести. В прошлом году были внесены изменения по поводу наличных денег тоже при покупке квартиры, это как-то повлияло на рынок, что вы можете сказать? Это не повлияло, потому что уже те, которые были предыдущие, эти 7 тысяч или сколько было, это уже все равно, ну, там уже нет большой разницы, или уже 7, или 3,5, или 3 тысячи, так что это уже не повлияет, ну, никак. Не сильно отразилось. Нет, 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 потому что все равно 90 более процентов даже люди, ну, ладно, там, вот хоть Риги, я не говорю в регионах, да, там, где цены намного-намного ниже, чем в Риге, все равно покупают через банки, через кредитные средства получают, недвижимость покупают. Не отложенными наличными. Да. Вот вы упомянули, кстати, вне Риги часто переезжают, мы знаем, что, опять-таки, цены в окрестностях Риги тоже как-то начинают шевелиться и подрастать. Вообще существует такая тенденция, что люди выбирают по финансовым возможностям, возможно, где-то не в Риге, мы знаем, а даже активно, да, там развивается цессия с полной электрички каждый день туда-сюда. Ну, вот видите, новые проекты, я думаю, больше такой, дальше Сигулды и особенно строиться не будет, потому что, ну, нету разницы, ты строишь в Адаже или ты строишь в Цесис, например, да, стройка на квадратный метр, может быть, даже тоже Цесис будет стоить даже дороже, потому что дополнительно надо будет еще строительству платить за транспорт на проживание, какие-то услуги строителям и так далее. В Адаже, пригород, да, он развивается. Ну, я слышал, что даже сейчас рижанины ищут возможности, например, зарегистрироваться в Адаже, потому что в Адаже построена новая начальная школа. Космическая школа, так называемая, да. Космическая и очень красивая школа, где все бы хотели, чтобы их дети учились бы до этого четвертого класса, да. Но пригород есть, ну, они потому и называются спальные районы. Но опять тоже время, надо очень думать, вот как с утра приехать. Ну, как мы знаем, с развитием тоже Ада же, то же самое. И утром, ну, есть какие-то час времени определенные, там, с полвосьмого до девяти утра, где довольно уже насыщенная эта дорога в Ригу, да. И то, что, например, с другой стороны, то же самое, со стороны Тякова, Балуа же, да. Ну, каждое утро слышали, что Крокселл с Балуа же, да, да, 10-15 минут надо сидеть в пробке. Вот это то, что для развития пригородов действительно надо думать, как развивать именно этот въезд в город, да. Ну, может, как городу Риге, это неинтересно, потому что, ну, чем больше будет более развита эта подъездная дорога, и, ну, люди, может быть, все равно решатся ехать уже, не жить в Риге, да, и для Риги это уже, ну, плохо, да. Так что вот это те места, которые действительно надо параллельно с развитием пригородов думать уже кому-то. Если про Ригу говорить, про модные, так называемые, перспективные районы, мы знаем, что улица Мера неожиданно, хотя, может, для кого-то и ожиданно, для специалистов, для жителей, пару лет назад начала оживать активно, там, появлением кафе, и недвижимость тоже, там, ремонтируют дома, и видно, что, ну, в общем-то, если зайти на всем известные сайты, то можно найти и продажу, и покупку. Вот вы упомянули до эфира, да, улица Сколос, там, Каннепи, Култура, Центрс, наверное, Каунцемский квартал, вот, вокруг Каунцемского рынка. Что сейчас самое такое перспективное, куда смотрят, и куда такие вот люди от 25 до, там, 40 лет хотят вкладывать, жить? Ну, нету такого определенного района, потому что некоторые могут сказать, да, он интересный район для тусовки, да, а хочу ли я жить в таком тусовочном районе, я лучше, например, выберу где-то район потише. Но он действительно райончик для коммерческого, такого деятельности, да, вот именно Мера, да, ну, у меня самому тоже был разговор с руководителем большой нашей компании «Лайма», да, который сейчас, как мы все знаем, строит в адресе новое это производство, и мы так устно консультируем их тоже, разговариваем, что сделать с этим старым производством, да, который, ну, и, ну, там когда-то тоже очень много что-то вложено, и непонятно, как это вообще все сносить, потому что, ну, архитектурный памятник только это передний, где Лаймский музей, да, и все остальное, ну, большой трэш, да. Но, например, это такой мировой тренд, вот то, что я уже упомяну, это то же самое «Каннибрис културный центр», да, есть просто пустое издание, которое, ну, владелец вообще не знает, что и как использовать. Ну, тогда есть люди, предприниматели, которые вкладывают какие-то средства, и с каким-то потоком людей, с какой-то идеей, вот такую недвижку, во-первых, не то, что там, ну, улучшает, да, то, что мы видим, они придают душу, да, какую-то этому райончику, и таким образом они как-то оживают. Ну, это место, ну, смотрите, сами, то же самое, лето, да, то же самое «Каннибрис центр», ну, там же полный, он же во всех местах, турист идет с картами, да, ищет, где эта улица Сколос 15, да, ну. Велосипед негде поставить. Велосипед негде поставить. Ну, вот, ну, и я думаю, это мера то же самое, как более как тусовочный такой район, я говорю, но сфера недвижимости, ну, особенно, ну, нет такого огромного потока людей, чтобы это как-то действительно существенно бы повлияло на именно покупку и продажу недвижимости. Вы упомянули завод Лайма, то есть получается, что они переедут в новое помещение, а старое останется стоять, они разговаривают с вами, что с ним дальше делать, как его использовать? Да, да, да. Какие мысли есть, что с ним можно сотворить? Ну, видите, есть много красивых примеров в городе, например, как вот такие какие-то центры района делаются, да, ну, может, вот новый район, который с нуля был построен, и то же самое Тейкос район, да, новая Тейкос, да, видите, там не только новые здания и офисные, например, квартирные зелья и офисные здания, но там есть какая-то действительно тусовка внутри этих дворах, сделаны там и фонтаны, какие-то мероприятия, стритфудс, да, ну, и что-то похожее, может быть, и будет там, но... Но не новый торговый центр, я надеюсь. Ну, нет, потому что в том районе, вот смотрите, если что-то новое сделать, там это всё старое надо снести, и потому в связи с тем, что это довольно капитальное строение, да, там не то, что там сэндвич-панели построены, которые ты вывоз, там будет, я думаю, очень дорогой затратная часть именно при сносе этих всех зданий, ну, кроме, конечно, этого исторического, да, там, ну, я так понимаю, не является ничего таким историческим, которое нужно было бы сохранить, да, и то, что там они будут сделать, мы это не знаем, мы просто, ну, скажем так, с ними разговариваем и подсказываем примеры, вот как в других и иных местах что-то интересное из какой-то идеи делается. У нас не так много времени остаётся, хотелось бы поговорить про элитную недвижимость, она так или иначе, ну, наверное, в головах большинства людей связана с иностранными покупателями, может быть, вы развеете мифы, это уже не так, после определённых изменений, это вид на жительство, напомню, раньше можно было за недвижимость купить. До сих пор можно. Но там определённый потолок, и как-то уменьшается эта активность, насколько мы знаем, так ли это? Да, это так, но опять, может быть, мы опять не можем сказать, ну, насколько она тогда вот так всё плохо стала, потому что опять был один большой спрос, был огромный спрос, да, было много-много-много сделок, и сейчас, ну, есть, конечно, спад, а может быть, как раз вот именно вот то количество, сколько сегодня происходит сделки, может, именно это есть, то правильное, например, такое стабильное развитие этого сегмента. Ну, не секрет, что, конечно, самое большое количество сделок и то, что все думали, где этот нерезидент приедет, это будет Юрмала. Можем сказать, что в прошлом году там рост цен, например, был именно в части Каугуры на вторичном рынке, там около до 5-7% рост цен. То есть, скорее, это местные жители, чем… Да, и в самом дорогом части Юрмала количество сделок, ну, очень похожее, как и на 2018 году было. Но это десятки или сотни, сколько? Ну, это чуть-чуть выше ста. Ну, давайте так, элитная недвижимость, это с каких сумм начинает? Ну, вот видите, то же самое 250 тысяч является этому потолку для приобретения ВНЖ. Так что я бы хотел назвать именно вот эту цифру, которая вот являлась бы этим потолком, потому что, ну, может быть, им не надо на сегодня этот ВНЖ, но потому что наши компании, я бы не сказал, что многие интересуются. Опять, если сравнивать с 2015-2014 годами… Раньше к вам приходили и спрашивали, как можно приобрести, как лучше, где лучше, а сейчас уже не так активно. Да, да, да. Есть случай, когда именно для этой цели покупают, но я говорю, если о динамике говорить тогда, она существенно упала приобретении. Ну, вот, так что я думаю, Юрмала… Плюс недвижимости в Юрмале есть то, что эти хорошие места, которые сейчас застроены, их больше не становится, да. В какой-то момент был бум, да, когда… Так что, да, все строили, все строили, типа, но, я говорю, те места, которые сейчас, они застроены, я думаю, это тоже недвижимость, как-то она все равно продастся, может быть, сам процесс продажи будет более, но если опять брать в учет, предвидеть ли какой-то кризис в этом сегменте, я тоже не думаю, потому что все, большинство развивателей все равно эти квартирные дома и все проекты развивают по своим свободным средствам, там банковские финансирования нет, нет то, что там каждый месяц платить какие-то суммы банку, так что, я думаю, это тоже не повод говорить о каком-то кризисе в Юрмале. Ну, вот Юрмала – это одна часть элитного жилья, наверное, она именно связана с иностранными покупателями, но есть еще, например, тот же Межапарк, там тоже, мы знаем, не самые дешевые квартиры, да, один из самых дорогих, возможно, Старая Рига, где среди жителей Латвии именно вот это элитное жилье, где они предпочитают покупать? Они предпочитают, все равно рассматривают то, что покупают этих новых проектов, которые построены в центре. То есть старые дома, вот эти вот, как мы, высокие потолки, вот это уже не очень. Смотрят, это всегда будет тренди, это всегда интересует, это тоже самый наш тихий центр, да, но такой более огромной динамики тоже в этом сегменте мы пока не видим, да, так что местные покупают, и, ну, это вот тихая часть, вам его пометует, тоже старый город, но он не будет больше, да, чем он является. Иногда мы тоже удивляемся, есть какое-то очень хорошее, хорошее предложение по квадратной цене, ну, видим, что, в принципе, это должно, просто продастся, да, и мы сами не можем найти объяснений, почему это не продается, да, ну. Может быть, боятся люди? Я просто знаю случаи, когда за дешево покупают, ну, за недорого покупают, но отдают себе отчет, что, наверное, там что-то не так, крышу чинить придется, здание придется ремонтировать, что там еще дополнительное вложение. Конечно, ну, это же однозначно, но никто не будет продавать за дешево полностью капитально отремонтированные квартиры, ну, мы же понимаем, что даже реставрации стоит дороже, чем построить новое, да, ну, и те, которые говорят, я тебе тут сделаю ремонт за 300 евро квадратный метр, ну, так не бывает, потому что я пару проектов, которые давал развивателям, ну, строителям, и посчитать, например, вот, которые сейчас, я знаю, уже проданы, и реконструкции делаются, да, что вот это именно там, где уже предвидена часть восстановления, и при том реставрации, в виде реставрации, это даже может тоже дойти до 1000 евро квадратный метр, да, и только иногда самые продавцы, которые вот эти владения имеют, говорят, в это не верят, да, ну, там, ну, тогда что вы хотите сделать? Там и надо перекрытие делать, знаю, что там здание более 100 лет, если ремонт не делался никогда, тогда надо открывать перекрытие, смотреть какие-то деревьяные, да, чтобы человек, который там потом за 2 до 2,5 тысячи покупал, чтобы не получил в один день, что, да, что, вау, да, упал, упал там пол или потолок, да, что-то пугается, что вот какие-то эти садеповские дома сейчас скоро рухнут, там срок годности истёк, да, а никто не смотрит, что в тихом центре здания под 100 лет и с деревьяными прикрытиями, да, и о тех никто не говорит, да, ну, что... Пора нам заканчивать на сегодня, будем продолжать разговор обязательно. Председатель управления компании по недвижимости Аркарелл Эстейт Айгорь Шмидтс был у нас в студии, программу провела Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Капинь. Спасибо большое, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова